Планируется, что повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно в течение 15 лет. К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 63 года. Это позволит поднимать ежемесячные выплаты пожилым людям на 1000 рублей каждый год. Решение назревало уже давно. Это связано в первую очередь с тем, что необходимо на должном уровне поддерживать пенсию нынешним пенсионерам, иметь финансовые возможности для их увеличения. К сожалению, на сегодняшний день в масштабах нашей страны такие повышения проводить стало все сложнее. Это в первую очередь связано с тем, что соотношение работающих граждан к пенсионерам уже приближается один к одному. Вместе с тем, согласно Европейской конвенции о минимальном социальном обеспечении граждан, предусмотрено, что для того, чтобы восполнить гражданину его доход в объеме минимум 40% при выходе на пенсию, нужно, чтобы в стране было соотношение 4 работающих с легальной зарплатой к одному пенсионеру. А у нас, как вы знаете, по оценкам разных экспертов, примерно один к полтора. Даже если взять наш город, то количество пенсионеров у нас 54 тысячи, а население, насколько мне известно, приближается к 190 тысячам. Но у нас действительно время стало другое. Мы совсем стали жить по-другому. Если у нас раньше было в 40 лет это уже зрелый человек, то сейчас зрелость отодвинулась где-то лет на 25. Зрелый человек это 55-65 лет, вот так. Уже он зрелый, у него семья, у него дети. А в 40 лет у нас нету, мало у кого сейчас создает семью, и дети появляются только после 40 обычно. Поэтому мы все стали намного моложе, чем мы были раньше. Я ничуть не против и считаю, что, чтобы это принять, надо было, конечно, подумать и какие-то выводы сделать. Все это сделали, и решение принято осознанно.